девочки всем добрый вечер басеньку покажу приду еще я на работе сегодня 24 число алена уехала понедельника виде вышла только сегодня почему потому что у меня очень много дел очень много работы сегодня был мини маникюр и стрижки а также хожу на дом покраски и стрижечки делаю в общем дел полно накопилось меня люди ждали я им очень благодарна и всех ценю уважаю кто обслуживается кто ценит мой труд в общем всем спасибо хотела бы затронуть тему купе для инвалидов и сейчас сяду пока еще не ухожу время седьмой час с басикой надо гулять не обращайтесь на задний план то у меня пенюары там куртка я уже приготовилась уходить в общем насчет купе для инвалидов выложила это видео где мы соленкой едем и началось да зачем вы взяли эти места да кто вам разрешил ну товарищи дорогие милы если бы это нельзя было никто бы нам не продал билет во первых во вторых моя дочь инвалид по слуху до начале за 90 или сколько-то дней по моему 90 имеет право брать инвалиды колясочники маломобильные вот такие вот люди инвалиды а дочь по слуху и она может только за 10 дней туда мы брали билеты в москву за 30 дней по моему брали даже больше дочка брала билеты и горь мам есть для инвалидов но ты сама знаешь что за 10 дней а я говорю нет алена за 10 дней мы не успеем потому что кто-нибудь поедет потому что праздники новый год хотя мы как сказать новый год новый год уже прошел мы поехали 9 но кто бы все равно кто-нибудь и но бы поехал за такое большое время я бы беспокоилась вообще вот вы знаете мы ехали билетов не было наполняемость была заполняемость была стопроцентная и вот скандал там был в купе нашим женщина скандалила не так ей там с девочкой они там скандалили вот не было билетов и она уже как я брала в конце где-то там за 5 за 6 были билеты и за 10 были тысяч билеты вот туда у нас не получилось а обратно мы ехали вообще вот когда вышли из поезда выходили я и говорю а чё все купе все закрыты никого нет что ли потому что наша остановка живлевское море следующая в автозаводском районе называется тольятти остановка тольятти называется хотя мы все живем тольятти но остановка живлевское море ближе к нам вот и мы вышли там и она а вас двое и только наверху двое двухэтажный поезд вставлять вообще народу мало было и вот начали да зачем вы взяли кто вам разрешил и вот так вот кто-то бы поехал колясочники а вы вот заняли место мы ничего места не заняли мы брали за два дня за два дня брали были билет она говорит мама давай возьмем купе для инвалидов давай вдвоем будем в общем мы вдвоем были и все нормально пришла начальник поезда проверил билеты проводница все ли надо все ли хорошо вот вам белья вот вам меню значит на на завтрак на ужин что у нас поменил смотрите заказывайте чай нам приносили мы сами не ходили за чаем послал она ей не дала этот чай представляете она шла за ней несла этот чай я потом уже сама ходила еще чай брала я два раза чай пила вечером и утром тоже нам принесли чай в общем для инвалидов преимущество да но вот тот кто не знает и говорил такие вещи мне так обидно стало вот вы не знаете ничего и и пишите такую ерунду мечта кабинестра даже заблокировала этих людей не стал даже с ним спорить одному начала отвечать я он что-то там такой петицию мин и написал я прочитала из заблокируют ну видите нафиг в общем такие дела а лег сейчас опять уехала на купе инвалидов до пензы учится она в агропромышленном колледже города пензы учится она на что-то с программированием связано там я даже толком не знаю как правильно сказать муж неправильно скажу что все они программисты а кто они там правильно и конечно сомневаюсь что она конечно выучится глухой ребенок освоить там же английский нужны английский не учили никогда но что-то все равно освоит и ягра лена все надо учиться надо не бросай мам так не хочется ехать от общежития но им дают им дают деньги за общежитие 20 тысяч дают за общежитие дают им стипендию получают пенсию сейчас еще и оформили пенсию московскую так что все хорошо давай города учились и получать диплом вот и дальше будем думать что на весну планируем конечно ну как не загадываем но хочется и съездить купите аппараты в москве слуховые и подать на возврат я себе сделала полис московский много было таких вот высказывание что московский полис зачем он вам нужен вы живете в тольятти и как же вы будете обслуживаться вы же не поедете по при каждом чехе туда я буду обслуживаться здесь просто москва будет оплачивать вот и все ничего здесь такой пусть нас полис у нас единый просто какой город оплачивает из какого города приехали если я можно сказать приехала из москвы так как я там прописано вот то будет оплачивать москва сегодня ходила управляющей компании у нас выписали из квартиры в квартире никто не прописан наши трехкомнатные сын был прописан и настрой вот четверо так мы были прописаны все прописались теперь москве и мы москвичи да но это формально для нас потому что мы живем в тольятти и будем жить тольятти работать вот алена доучится потом будем решать все муж никак не хочет ехать в москву что мы решим с аленкой может быть что целёнка решим может быть поедем может быть как-то помогу ей там устроиться или что ну в общем это все еще не скоро еще год нас впереди вот этот год его надо учиться и потом уже думать спасибо всем за хорошие за добрый теплый комментарий пишет алена так фамилию боюсь неправильно горина или как-то может быть извините неправильно назвала пишет всем приятного просмотра вы самые лучшие спасибо большое алена все время прорваюсь закончить эти видео с youtube а плохо у меня продвигается канал 3400 подписчиков но все-таки двигается каждый день смотрю подписываются спасибо вам большое новые зрители новым зрителям говорю что мы живем в тольятти кому интересно переходите на ранние видео смотрите о нас в общем и на этом все на сегодня баксик еще покажу сейчас приду домой время 7 час смотрю часы на с ним погулять увидимся пока обуваюсь одеваюсь хочу вам показать ногти воли сегодня была воля на ногтиках и она их содрала и в общем да мы не стали снимать а после покажу там небольшие были заусенки ранки но я все так зашлифовала в общем оля сама скажет как я как и носятся эти ногтики я жду ее комментарий ногти обалденные знаете мы что сделали мы и нарастили на типсы гелевые и покрыли молочным гелем космопрофи обалденные ногти вышла с работы ветер вот прям нехороший ветерок такой холодно в лицу дует но обещают снег если ветер значит снег и небольшое потепление сейчас минус 15 люди обещают 10 8 так вот нормально как в москве сын сегодня будет звонить сейчас приду и будет он звонить и едет из москвы из центра не краску ведь к себе домой будет звонить всегда ему как бы скучно машине едет минут 30 звонит мне разговариваем что за неслушник такой ну-ка подошел сюда ты такой кто-то ругает сам собак пришла собака что ты ей там это заглядываешь так это на третьем выходе ей на 3 надо правильно вас заходи она на 1 все-все-все-все-все да она ускребется туда да не надо меня пачкать да что это такое баска ну дурачок а чё ты там нюхаешь нюхать там собака была он ее знает на улицу даже не пошел из-за собаки ради перед пасеку там вот чё тут устроили он здесь идем ну чё поехали домой сейчас еще с папой выйдет 9 сладенький раздеваться будем собачка понравилась она девочка да где собака собака где-то собака собака там давай раздеваться раздеваться давай винтай а басюля ай-яй-яй ай-яй-яй покусывает меня а теперь лежит и и и и Продолжение следует...